Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Большие парни». Приятного просмотра! У маленького очкарика Дэвида Лири был злейший враг, толстый хулиган Роско Биггер, которого все называли Клыком. Увы, Дэвид снова не смог убежать, но попросил побить его хотя бы в четверг, уже после того, как его сфотографируют в школе. Но Бугай на сделку не пошел, и вот на очередной фотографии Дэвид снова с фингалом. У пацана было три друга. Альфи любил все поджигать. Джерри сын хозяина мясной лавки, и он был помешан на всяких сосисках и колбасках. А Аллан единственный черный парень, которого ребята видели в жизни. И он пользовался уважением, потому что мог засунуть в рот целый кулак. Все друзья сходили с ума по Виктории. Ей было 10, но выглядела она на все 12. В школу привезли настоящий лунный камень, и Дэвид фантазирует, как это чудо может выглядеть. Он целых три месяца собирал на одну игрушку, но вот она попала в руки Роско. Он тут же оторвал человечку голову и выкинул его в реку. Дэвид пообещал, что Клык еще пожалеет об этом. Роско целыми днями охотился за Дэвидом. Мальчик нашел убежище, пещеру у водопада. Главное, никогда не заходить за красный камень, иначе уже не выйдешь отсюда. Но в школе прятаться негде. Роско скинул пацана с качелей, побил его и засунул слюнявый палец в ухо. А еще он нассал бедолаге в сок. Ребята выстроились в очередь, чтобы посмотреть на лунный камень. Роско пялился на него как-то слишком долго, а вот Дэвид не понял, из-за чего столько шума. Самый обычный мелкий камешек. Но на следующей перемене выяснилось, что кто-то украл лунный камень. И это сделал Роско. Об этом знает только Дэвид, потому что застукал пацана с его прелестью в лесу. Дома родители сообщили ему, что они переезжают в другой город. Радости мальчишки не было предела. Напоследок он решил сдать воришку директору, потому что знал, что тот не сможет ему отомстить. Это был самый счастливый день в жизни Дэвида. Ведь он увидел, как его врага Роско увозят на полицейской машине. С тех пор прошло 26 лет. Дэвид, как и мечтал, стал писателем. Но его скучные книги про семейные ценности никому не нужны. А бабуля подошла только, чтобы узнать, где найти новинку Стивена Кинга. Остальным тоже нужен только Кинг. Поэтому какому-то наркоману Дэвид соврал, что его книга о том, как один тип порубил свою семью. А кусочки похоронил на индейском кладбище. Из-за проклятия эти кусочки ожили и решили отомстить убийце. Вот так Дэвид продал за сегодня свою первую книгу. Мужчина разведен и в одиночку воспитывает сына Бена. И Бен школьный хулиган. Дэвид получил письмо из старой школы. Он стал местной знаменитостью. И теперь его приглашают на работу учителем. Он может перевезти сюда и своего сына. Дэвид решился на перемены и вернулся в родной город. К нему подошли поздороваться соседи, Арт и Бетти. Очень приставучая и странная пара. Расстроенный переездом, Бен обвинил отца в том, что от него ушла мама. Арт и Бетти тут же помогли советам, как им помириться. Сегодня Дэвид идет в школу с куда более радостным настроением, чем 26 лет назад. Мужчина заглянул в библиотеку и поблагодарил библиотекаршу. Ведь именно эти книги вдохновили его стать писателем. На что женщина ответила Дэвиду, что он должен был вернуть одну книгу еще 8862 дня назад. Как только начался урок, мальчишка в очках Кирби сразу отпросился пойти пописать. На перемене он не смог, потому что стесняется, когда рядом есть люди. В учительской педагоги справляются со стрессом как могут. В основном курят, даже физрук. Вдруг Дэвида узнала Виктория, та самая девочка, по которой сходила с ума вся компания. Она тоже преподает в школе. Сексуальное образование. Женщина читала книгу Дэвида и осталась в полном восторге. Она предложила писателю как-нибудь потом встретиться. В коридоре Кирби столкнулся с Беном. Хулиган тут же наехал на очкарика и ударил его в плечо. Их обоих отвели к директору, а после вызвали и отцов. Папа Кирби рос учитель труда в этой школе. И Дэвид извинился перед мужчиной за поведение своего сына. Трудовик же рассказал, как однажды отпилил себе палец. Побежал с ним в больницу и, увидев иглу, тут же пришел самостоятельно. Мужчины вроде бы неплохо поладили. Но тут Рос улыбнулся, и Дэвид увидел знакомый чрезмерно длинный клык. А значит, перед ним его заклятый враг Роско Биггер. Дэвид даже потерял до речи. Его спасла учебная тревога. На улице он увидел друга детства Альфи. Поджигатель стал пожарным, но своим привычкам, кажется, не изменил. Альфи рассказывает, что Виктория сильно изменилась после того, как он ее бросил. Нет, они, конечно, не встречались. Просто он ее как-то спасал и бросил из окна. Хулиган открыто издевается над учителем труда. Но, кажется, тот подавил свою агрессию. И не может поставить на место даже мальчишку. Рос хотел поговорить с новым учителем, но тот его почему-то избегает. Бен торчит дома и смотрит передачу о людях, которые женились на своих животных. Вечером Дэвид пришел в бар своего друга Аллана, который он открыл рядом с церковью. Там уже сидели Альфи и любитель мяса Джерри. Аллан и его кулак все так же хороши. Друзья рассказывают, что Роско очень изменился. Его тогда арестовали и на три года отправили в исправительную школу. Из этой жуткой тюрьмы для детей он вернулся совершенно другим человеком. Но это не все. Пока Роско сидел, его родители сбежали. Поэтому из тюрьмы его сразу отправили в сиротский приют. Каким бы гадом он не был, но никто не заслуживает такого. Роско воспитывает шестерых сыновей. А жена постоянно ругает его из-за маленькой зарплаты школьного учителя. Женщина грозится их всех бросить. От сынишки Кирби Рос узнал фамилию нового учителя. И наконец понял, почему тот себя так странно вел. На следующий день в столовой в Дэвида прилетела горошина. А затем еще одна. Психованный биолог не верит Дэвиду, что это дело рук учителя труда. Уже несколько минут он солит хрючево на своей тарелке. Писатель решил просто сбежать. А трудовик остался доволен своим подколом. Дэвид допоздна задержался в школе. Рос преследует его по темному коридору. Испуганный мужчина развернулся и заявил, что он уже взрослый. И не боится бугая. Но тот просто отдал Дэвиду ручку, которую он обронил. Однако потом с плотоядной улыбкой добавил, с возвращением Дэви. Вечером Бен обратил внимание на то, что отец какой-то испуганный. Мальчишка продолжает издеваться над беззащитным Кирби. А Дэвид теперь постоянно оглядывается по сторонам и всегда ждет нападения. Но испугался он не Роса, а его сына, который был подвешен на крючке в шкафчике. Он проводил мальчика домой, чтобы Бен к нему снова не полез. Опытный хлюпик дает советы. Хулигану можно платить. Можно ходить к шкафчику зигзагом, чтобы его сложнее было вычислить. А можно перестать принимать душ. И тогда к вонючке точно никто не полезет. Рос застал жертву у своего дома. Стал его перекривлять, напевать обидную песенку. И даже всунул мокрый палец в ухо. Дэвиду оставалось только позорно сбежать. Он чуть не сбил невротичного биолога, который считает, что новенький его преследует. К Дэвиду подбежала Виктория и пригласила коллегу на бал, который она будет устраивать для детей. А ведь он с 9 лет мечтал пригласить ее на танцы. Правда, нужно будет одеться в ковбойском стиле. Бен просит отца не выходить в таком виде на улицу. Также он не может поверить в то, что Дэвид закадрил учительницу по сексуальному образованию. Как он умудрился? Остальные пацаны также завидуют его бате. Дэвид хвастается, что задолжал школьной библиотеке больше 6 тысяч долларов за просрочку. Конечно же, на бал пришел и Роско Биггер. Он вручил паре пунш. Но Дэвид, заподозрив неладное, выбил стакан из рук Виктории. И напиток пролился на ее платье. Роско крутанул ему сосок и сбежал. А Дэвид оправдывается тем, что раньше трудовик плевал и писал в его сок. Бену стало стыдно за отца, и он покинул бал. Великовозрастный хулиган ждал свою жертву на парковке. Он рад, что сорвал свидание. Виктория им двоим только помешала бы. Он давно не был так счастлив. Оказалось, что Роско пробил на машине Дэвида все 4 колеса. В доме Роса творится полнейший кавардак. Но у отца семейства наконец прорезался голос, и он раздал сыновьям команды. А жене заявил, что купит себе тренажер. Они сэкономят на ее сигаретах. Да и телековых жизней слишком много. С этими словами Рос выкинул телевизор в озеро. И только на Кирби ему не захотелось орать, потому что он хороший мальчик. Как ни странно, жену все это возбудило. И родители выгнали детей из дома, чтобы немного вздремнуть. На своих уроках Рос также не допустит беспорядка. Но хулиган как всегда открыл свой рот. После чего трудовик решил его познакомить со своим другом, точильным камнем. Чтобы случайно не нарушить правила безопасности своим лицом, пацану срочно пришлось извиняться за свое поведение. На перемене Кирби подтащили к Бену, чтобы он ему как всегда вмазал. Но ему надоело издеваться над мелким. Он больше переживает из-за развода родителей. Роско разошелся. В учительской он обмазал поверхности ваксой и разлил на полу масло. Но первая на пятую точку приземлилась учительница по английскому. Позже и Дэвид попал в ловушку. После он испачкал лицо и упал с кресла, которое испортил трудовик. Сделав подножку, безумец погнался за Дэвидом по коридору. Мужчина пришел к директору и стал жаловаться на то, что учитель труда к нему лезет. Вот только за 13 лет работы за трудовиком ни разу ничего подобного замечено не было. А вот о нем самом биолог уже много чего успел рассказать. Поэтому от преподавания будет отстранен именно Дэвид. Вечером Кирби прочитал отсутствие стихотворения про хулигана, который его донимал в школе. И Роско задумался. Дэвид подкинул ему записку в кабинет и предложил встретиться на игровой площадке. Мужчина попросил его остановиться. Может, Рос и вернул себе свою старую жизнь, но вот он своей лишился. Однако, по мнению трудовика, Дэвид сам виноват. В душе он остался маленьким, испуганным мальчишкой. Он хоть раз за свою жизнь постоял за себя. И тут Дэвид признался, что это он рассказал про лунный камень. Рос по-настоящему разозлился. Дэвиду удалось спасти на качеле свою задницу. Но вот промежность он уже не уберег. Писатель спрятался в школе, но он слишком поздно понял, что оказался в обители Роса, в кабинете труда. Амбал схватил гвозди забиватель и стал включать один станок за другим. Его посадили из-за какого-то камешка. А ведь в той школе его окружали настоящие психи. Дэвид был прижат к стене, но Рос отвлекся и тут же получил палкой по голове. Дэвид надеялся сбежать, но все двери закрыты, а преследователь вооружился сварочным аппаратом. Наивный очкарик рассчитывал скрыться, когда залез на канат, но был тут же обнаружен. Роска поджег канат, но Дэвид успел перелезть на конструкцию под потолком, а затем и на крышу. Бен позвонил Кирби. Пацаны догадались, что их отцы сейчас где-то воюют. И Бен пригласил мальчика к себе переночевать. Полил сильный дождь, Дэвид спрятался в своем старом убежище. Но Роска уже знал, где его искать. Обоим мужикам пришлось нарушить правила и зайти за красный камень. Враги выбрались с обратной стороны пещеры и оказались над обрывом у водопада. Дэвид почти перебрался на другую сторону по хлипкому мостику из бревен, но поскользнулся и чуть не свалился вниз. Вдруг Дэвид нашел свою старую игрушку и разозлился. Он вооружился палкой и заявил Роска, что больше не намерен убегать от него. Он испортил ему жизнь. Но то же самое ему предъявил и школьный хулиган. И вообще, он почему-то считал, что они были друзьями. Дэвид ударил врага и тот завис над пропастью, схватившись за палку. Но она сломалась и мужчина упал в воду с большой высоты. Дэвид стал ломиться в полицейский участок, чтобы признаться в убийстве. Но мимо проезжал Альфи и, выслушав историю друга, отвез его домой. А после пообещал найти труп и разобраться со всеми уликами. Правда, увидев соседа, Арт сразу догадался, что Дэвид убил учителя труда. Весь город знает об их странных отношениях. И Арт его прекрасно понимает. Он помнит, когда сам в первый раз пытался убить свою жену Бетти. Дэвид испугался, увидев дома Кирби. Дэвид попробовал уснуть, но к нему в спальню пробрался Роска. Он выжил, а вот Дэвид сейчас умрет. Во время борьбы отцов в комнату вошли Бен и Кирби. Они уже помирились. Почему бы так не поступить и мужчинам? Рос признался, что украл лунный камень, потому что мечтал стать космонавтом. Но такой тип, как он, все равно ничего не смог бы добиться. Дэвид не согласен, ведь он вырастил такого замечательного сына. Оказалось, что во время драки Роска сломал свой знаменитый клык. Выполнив работу, Дэвид собрался переезжать в Нью-Йорк. Виктория тоже туда скоро переедет. Писатель попросил, наконец, передать книгу в библиотеку и оплатить штраф за него. Рос купил Дэвиду подарок. Он нашел точно такую же игрушку, которую сломал в детстве. А Дэвид предложил как-нибудь погостить у них в Нью-Йорке. Наконец, мужчины пожали руки и навсегда покончили с давней враждой.